У наших ребят, сражающихся на передовой, есть надежный тыл. Это сотни неравнодушных славянцев, предпринимателей, которые объединились, чтобы помогать и словом, и делом нашим бойцам. О том, что они делают и как помогают, смотрите в следующем материале выпуска. В Северном парке была проведена акция «Мы патриоты», которая объединила людей, помогающих нашим солдатам на фронте. Славянцы создают группы и сообщества, чтобы вместе, кто чем может, поддерживать ребят, обеспечивать их необходимыми вещами, облегчать их быт на передовой. Одна из таких групп так и называется «Мы патриоты». Мы организовали эту акцию в целях популяризации своего движения. Мы помогаем бойцам на СВО. Вот тут мы плетем сети. Сети очень необходимы сейчас на фронте. Это очень необходимо накрыть технику, те же блиндажи и все остальное. Вот там дальше девочки, они делают сухие души, потому что помыться в летних условиях там на Запорожье воды практически нет, даже для питья, а не то, что для помыла. Еще мы очень много помогаем ребятам. Вот там стоит Нива. Вот эта Нива уйдет буквально на следующей неделе на Бахмут. Это мы собрали, люди давали деньги, мы собрали и купили эту Ниву. Человек бесплатно ее отремонтировал. Администрация дала нам колеса. То есть Нива пойдет в хорошем уже снаряжении на Бахмут. Также мы на Медбат в течение вот этих, наверное, полугода мы купили две вуханки «УАЗ» и «Урал» – это мотоцикл. Почему два? Потому что это бомбежки, это все рушится, это приходит негодность. А ребята, почему на Медбат? Ребята вывозят раненых. То есть это очень острая необходимость – транспорт на передовой. Группа «Мы патриоты» начиналась с двух-трех человек. Сейчас в ней состоит более 600. Кто-то перечисляет деньги, кто-то закупает медикаменты, кто-то работает руками, шьют белье, вяжут носки, делают сухие супы, окопные свечи. Любая помощь очень важна и нужна. Мальчишкам это просто необходимо. Даже те же самые носочки, те же самые рисунки детские. Они читают, они в блиндажах, у них все в рисунках. Вот блиндажи, где они живут, у них все в рисунках детских письмах. Они плачут. Некоторым, когда мы привозили в гуманитарку, читали при мне и плакали. В балаклавах их нельзя было показывать, но вот плакали. Тяжело было. И хочется все больше и больше и больше помогать. Это очень хорошо, когда у нас становится все больше и больше людей. Совместно с группой «Мы патриоты» работает группа «Надежный тыл», которую также создали обычные жители нашего города и района, неравнодушные к тому, что происходит сейчас в стране и желающие помочь. За два месяца своей работы руками волонтеров «Надежного тыла» было сплетено более тысячи квадратных метров маскировочных сетей, которых сейчас так не хватает на передовой. От бойцов постоянно поступают запросы на сети, и даже образовалась очередь. Поэтому очень необходимы руки, чтобы их плести. Почему решили помогать ребятам? Я не знаю, это от души, от сердца. Когда ты понимаешь, что такое происходит в стране, тут решать не приходится, тут берешь и делаешь. Обращаюсь ко всем жителям, которые точно так же с душой. Приходите, летите. Победы 272, пункт «Надежный тыл», первая дверь от кофейни. Прям зову. Свободные руки очень-очень нам нужны. Очень-очень. Очень. Прям крик души. Плести сети, делать окопные свечи или сухой душ помогают и дети. Юные патриоты понимают важность такой работы. Мы занимаемся приготовлением сухих душей для солдат. Сейчас это очень важно, чтобы поддержать их, чтобы показать, что для нас это тоже важно, что мы переживаем за них. И как бы показать, что мы готовим помочь им даже на расстоянии. Поддержать участников акции «Мы, патриоты», пришли и те, для кого это все и делается. Участники специальной военной операции. Некоторые из них сейчас находятся в отпуске или проходят лечение. Они пришли поблагодарить неравнодушных славянцев за их помощь фронту. Все, что делает группа, все, что делают люди вообще в целом по стране сейчас, для ребят, которые находятся в СМО, все имеет очень большую, колоссальную помощь и значение. В большей степени, наверное, это поддерживает моральный дух. Вот этого не хватает. И, одним словом, мы себя чувствуем намного мощнее с этой помощью. Если вы хотите помочь нашим солдатам на фронте, обращайтесь по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Победы, 272, или по телефону 8906-187-62-88, 8-918-245-01-06. Сейчас важна любая помощь. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа События.